Виле Штилвилд. Экзокуторы мечты. Антология неформального текста. Че. 9. Почему это, Виле, в героях у вас вовсю резвятся бомжи? Спросил меня упорный ориянский фантаст Беркусин. Сколько не вычитываю ваши тексты, без бомжей вы ни ни. Это, Иганис, верно. Окрестным странам тяжело без жопы, из которой они вычухались, а нам, зачухранцам, тяжело без бомжей. Орияна – страна бомжей. Оно ведь как, чуть только какое апвелинг, по-нашинскому, ветра сдув, как тут же всю нашу благопристойность с государственных горшков сдувает, и обнажаются в основном голые попы. Но бомжи и бомжички никогда не предаются нудизму. Они далеки от полного натуропатства, и очень близки к народу. Скорее всего, они сами и есть этот похиренный и опущенный в приклад бещенские подлески народ и имя ему – легион. Иганис вовсю сверкает отполированными металлическими зубами, среди которых, естественно, белые – большая редкость. Но о бомжах он хочет поговорить не абстрактненько, а конкретно и тут нам навстречу является бомж Григорий, который Константин, обряженный в сипцевую косоворотку, джинсы с раскладушечной раскладки из Германии и в кроссовках от экс-министра Орияны по делам молодежи и спорта Валерия Борзова. Беркусин – кандидат наук в области ориянской филологии, вся суть которой в последние годы сводилась к формированию новоориянского наречия, в котором к традиционным словам «попка», «задница», «срака», «жопа» добавились такие синонимы как «ас», «дупа», «сродца», «сгниц», «пердела», «голубятня», «вонище», «ягодица» до «гибка», из-за которых новейшие словари разнесло до колоссальных размеров, что позволило в очередной раз кормиться местечковой научной братии, прежде только и знавшей такие шедевры, как, скажем, Самой перпоперда мордаля по нойтим уже сполна был накормлен век предыдущий, тогда как новый век мастерил очередной сленг с претензией на узаконение в качестве глобального ориянского языка, чтоб на земле никто и нигде больше не сомневался, как только произнесешь, «досраться, пердела», «ваша дупа не такая же и краткая добела», «а ваши седнацы даже пептыцы». И, кстати, вели, в Мариуполе, как и в Донецке, абрикос с горькой косточкой называют «жерделя» от турецкого «зарда» или «это еще с далеких времен, когда мы под турками были», а в Киеве «жерделю» называют «морелькой» от польского слова «морелла» и тут же все присутствующие начинают буквально все понимать и брататься, дескать, все мы ориянцы всемирные, зачухранцы единородненькие, соотечественники сраные и хорошо стукак и с явной перспективочкой на грядущую сытость. Но это как бы литературный пикник, а тут самый настоящий бомж лопит навстречу, прямо из люка канализационного, и счастливые глюки у бомжа Константина в глазах, и даже не подумайте, что он пьян, стеклотарку, да, собирает, а вот пить, так не пьет. Иногда разве что колеса глотает, но очень нерегулярно, от незатейливых до самых последних синтетических, где уже между глюками мелькают синкопы белочки и мельтешатки большиши с чебурашками за великим вованом, мудилкой питерским, до которого у Константина Григория есть своя особая претензия. Почему тот всегда взбирался на люки броневиков, а не на канализационные со смывом? Для смычки, так сказать, с братским народненьким дерьмецом. Пока же происходит явная смычка филолога Беркусиной авторитетного троищенского бомжа Григория Константина. А вы откуда все это знаете, спрашивает Иганис. Знаю, резонит его бомж, потому что ты лох, а твой приятель, лысочок хренов. И оба вы стипендиаты фонда Джана Хрена вам будлы херам. И счастливая энергия Джа излучается всеми двадцатью бомжовскими, раскрошенными напрочь зубами, отчего даже на старых пеньках во рту пылает коричневый отблеск. Беркусин пытается брататься и брать Григория, Константина, под локоть и даже обжимать тому руку. Но я строго бью филолога по рукам. У тебя, Иганис, детки малые так что, рассматривая объект не более чем планетарный риянский экспонат, типический инклюзив человеческого опущения, но не прикасайся к нему. А что, заразит? Удивляется Иганис. Да, своей отверженностью и чесоткой. А спидом? Спид, забота общая. Спи один. И вообще, бомж, это национальная ценность страны, в которой больше ни хрена не осталось. Национальная ценность медленно оседает на канализационным люком, откуда ему еще не пожилая бомжичка. Бомжичка, как может, передает сумки и пакеты со стеклотаркой. Сумку за сумкой в ритме нерезво пьяном. Почему в интернет живут плохие мальчишки? А почему бы им там и не жить? Рядом с хорошими, которые временами шлют и мне послания по электронке. Здравствуйте, Вилли. Как поживаете? Здесь приснилась сказка. Помогите написать. Я-то владею только матерным сословарем. Поэтому излагаю, как умею собирал шоблу-моблу. И перед ними макала-какала делал. И с пассами ручными и пуками на присядке, чтобы хоть как-то выставить проблему на хаэр. К тому же и проблема вроде известная, мол, все воруют в стране, даже те, кто вроде бы и по рангу волшебников тырить изначально не должен, а на деле все они, мелкие звездоболы проблему рыл основательно. Завел всю шоблу биться над ее незвездным решением, но таким, чтобы грело и бухлящим, и хавчиком, и шмотками в шкафчике. Один из них без, предложил сразу, где денег надо быть. Нужны были только паспорта настоящие, за каждый паспорт 20% от суммы выделяемой организатором аферы. Но вот паспортов у бомжей, даже рисованных отродясь не водилось, как и положено не только масталинским орлам, а и всяческим стервятникам, гадальщикам, по сути. Другой из них, поисковик, легко отделяет настоящего волшебника от звездобола. Для этого достаточно ему только пару словами перезвездить. Он и определил, что я не штурман, а сказочник, а штурманом назывался, чтобы штурмана не угробили, ведь жизнь штурмана ценнее. Штурман он может по любому событию определить весь ход действий в будущем. Так в 70-х годах на остров Сискар, что под реальным городом Энском, выскочил бы на навоз скоро со сливочным маслом на борту. Местные жители проблемы с маслом не знали. Так тот, водила настоящим штурманом был. И что интересно, с места аварии он прочно сбежал, точно по азиму то ищи ветра в поле. Надо определить, что бы это значило. Королева сказала, что это дело штурмана. Все развездились. Началась кутерьма. Здесь и выяснилось, что я не штурман, так как начал требовать помощи от других. Вот тогда поисковик и обозвал меня сказочником без права наурвать жрачку, бухлеще, тачку, отчего мне в бомжах век коротать. С уважением, почитатели Баловгроги. А кто сказал, что все мы хорошие, и было ли такое вообще, чтобы хорошие вползали в жизнь на спинах хороших? За хребетники тем и отличаются, что вползают в мир на спинах плохих, чтобы однажды заявить на весь мир о своей хорошести хороши гуси. А что гуси, жили у бабоси. Так у меня тоже сон тот еще накануне. О двух космических рейнджерах, таких во себе двух планетарных киллерах, один из которых при высадке на планету устремляется в направлении Зюитвест, а другой направлении Норд-Ост. И что характерно, они ведут просто убийственные планетарные сафари, при этом прихватывая весьма неразумно и алчно всяческие артефакты стел убитых и миофтохтонов. Эти нелепые атрибуты изменяют их до полной неузнаваемости. И вот когда они, наконец, встречаются после своей карательной операции, то не узнают друг друга и расстреливают взаимно как двух лютых собак и только космический аппарат Гарри Киллеров остается ржаветь там, на века. Опишите, любители космических блокбастеров, а я опять пойду спать, так как скоро снова отрубит свет и наступит продолжительный зимний блок-аут. Действительно это все за день я удаляю более двух-трех десяток писем из бесконечной мыльной оперы, с матами и бес, с восторгами и порицаниями, советами и рекомендациями, просьбами и увещеваниями, обещаниями благ и кар, на которые мне просто насрать, коль скоро здесь что-то чирикали о госпоже жопе. Жизнь – это бесконечная череда волшебных иллюзий, но всякий раз, когда ты пробуждаешься утром, помни, одной волшебной иллюзией на земле стало меньше. Ты и сегодня не живешь в волшебной стране ОС, ты и сегодня продолжаешь пребывать на грани выживания в обездоленной земной стране Украины. Вгоняя жертвенную обездоленность и социальное зловоние широкие слои населения местные властители жизни сами гибнут от своего разрывного карающего генетического прошлого, механизм которого запущен задолго до их рождения. Вереницей подлинненьких, подлых и наиподлейших генераций во времени они уже от рождения изжили себя и приблизили к реальному и окончательному коллапсу своего незвездного будущего. Тем они и страшны, наши сатрапы и наши горе-правители, живущие на земле и окончательный вздорный раз прежде прочих людей и чаще иных, они подвержены генетической онкологии и тромбозам, за те беды и страдания, которые они причиняют сегодня нам, простым на земле людям. Огония наших невольных и рачительных палачей переходит и на их обозримых уже потомков и мы из СМИ узнаем о смерти и страданиях их близких. Это у них в расцвете сил погибают сыновья и не поднимаются внуки.